Стальной клинок, черная рукоять. Такой нож вручили каждому бойцу уральского танкового корпуса, от солдата до генерала. Немцы со страхом прозвали их Шварцмейстер Панцерндивизион, дивизия черных ножей. Разведчикам приходилось использовать этот нож как оружие. Ну, надо часового убрать. Стрелять же нельзя. Значит, вот, пожалуйста, пользуюсь этим. Владимир Федорович Николаев в дивизии служил сапером. От Курска до Украины, через Польшу до самого Берлина. Везде с ним был его нож. Немецкая мина противотанковая. Имела три взрывателя. Поэтому осторожно, вот ножом, сначала боковой взрыватель находишь, его вывернув, дальше нижний взрыватель. Танки собирались здесь же, в Челябинске, на тракторном заводе. В 41-м сюда эвакуировали производство из Харькова и Ленинграда, а вместе с ними и людей. Василий Васильевич возглавил бригаду тукарей. Завод – это фронт, станок – твое оружие. И ты не имеешь права уйти от станка, не выполнив заданий фронта. Работали по 12, а то и по 18 часов в сутки. Зимой и вовсе ночевали под станками. Да и есть дома было нечего. А здесь иногда перепадали талоны на хлеб. Это была для нас, я не боюсь сказать, награда. Было еще так называемое УДП. Значит, усиленное дополнительное питание. Ну, наши эмористы это дело превратили в другое название. Уврешь в нем позже. Но умирать никто не собирался. 16-летним мальчишкам и девчонкам очень хотелось жить. А фронту нужны были танки и самоходки. Ну, родной. В сутки выпускали их вместе с ИСУ до 20 штуки больше. Снаряд калибра 152 пробивал любую бронь немецких тигров. Во время войны Иван Гаврилович Грабарь работал здесь, в УТК. Проверял уже собранные машины, устранял дефекты, сдавал танки военным. 70 лет, говорю, не был на этой машине. Кабина танка теперь кажется тесноватой, но руки и ноги все помнят, как будто и не было этих лет. Газ, тормоз, вот, рычагами работаю, видите. Ой, вот он, стародельненький. Александра Садикова-Фролова всю войну проработала в этом цеху у своего станка. Большой-большой был, я не доставала. Ну, как же, неужели такая маленькая была, что ящик подставляют. Отклоняешься, сюда сверлишь, 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 сверлишь. Чтобы согреться, в холодных цехах разводили костры. Девчонки даже голову приноровились мыть, не отходя от станка. Эмульсии. Мыльная, мыльная. Холодная, чем тут, ко всему. Ну, станок в башку подставишь, и все. Всего за годы войны на этом заводе выпустили 18 тысяч танков и самоходных установок. А сам Челябинск в народе прозвали танкоградом.